Приветствую вас. Есть в психологии такое понятие, как гештальт, так называемый незавершённый гештальт. И мне кажется, что здесь это понятие, как нельзя, кстати, подходит для описания того, что происходит с вашим мужчиной, который вот так себя ведёт. Значит, дело в том, что человек встречался с вами на протяжении десяти лет. Ой, это не на протяжении десяти лет, а десять лет назад, но на протяжении десяти лет он о вас думал. Именно думал о вас, вероятно, потому что периодически писал, периодически, видимо, он о вас думал и так далее, вот. И все эти десять лет, все эти десять лет, человек, ну, чего-то хотел, человек в чём-то нуждался, человек, значит, о чём-то думал. Ну, всё это время человек, всё это время человек на что-то рассчитывал, видимо, ну, вот, в том, что касается вас, да. Человек, человек чего-то хотел, вот. И, собственно, он, видимо, всё это время ждал, что у него вот получится рано или поздно сделать то, что он хотел. И, как я понимаю, хотел человек, ну, именно того, чтобы с вами переспать, вот. Ну, мне почему-то так показалось, я, конечно, не знаю, да, не берусь судить наверняка, но мне почему-то так показалось, что волнует человека именно то, что он хочет с вами переспать. Ну, вот почему я так решил, да, потому что он взорвался, у него были эмоции и, соответственно, эти эмоции, они говорят о том, что мужчина испытывает к вам определенные чувства. Вопрос в том, какие это чувства, ну, вот, судя по тому, что он говорит, да, его чувства, они больше именно такие вот сексуальные, нежели чем, ну, нежели чем искренние, духовные и так далее. Вот. И, соответственно, именно поэтому мужчина так себя ведёт, то есть он хотел с вами, видимо, переспать тогда, тогда, ещё десять лет назад, но у него не было возможности, либо не получилось. Вот. А он, ладно, всё это время хотел, вы для него были как, ну, своего рода, знаете, как приз, вот, неполученный. А, им. 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 Именно им не полученный приз. Вот. И, соответственно, именно поэтому мужчина и так вот, ну, собственно говоря, себя ведёт. То есть это, по сути, у него такая галочка для себя, что вот, я хочу с ней переспать, да, я должен сделать всё, что угодно, чтобы с ней переспать. Тогда я буду чувствовать себя лучше. Вот. Ну, и, соответственно, оттуда его зависть и к другим мужчинам, с которым вы были. Вот. Я, правда, не очень понял тему с любовником, да, то есть что это за тема с любовником, с какой стати вообще кого-то написали в любовнике. Вот. Если, ну, если вы не были вместе, то есть мне здесь, конечно, непонятно. Ну, а, откровенно говоря, вот мужчина испытывает к вам вот это вот чувство, это желание, скорее всего. Вот. Как вести себя с ним? Ответ на этот вопрос мне представляется таким, что вести себя с ним нужно исключительно исходя из того, чего хотите вы сами. Вот что вам самой нужно, то и это и является ключевым моментом. Конкретно, значит, если вы хотите духовности от мужчины, именно духовности, то духовности от него вы не получите. Это очевидно. Это очевидно. Серьезности от мужчины вы, на мой взгляд, тоже не получите. Потому что, ну, вот, серьезность, это не то, что мужчина может вам дать. Именно серьезность. Вот. Значит, если вы готовы просто, например, ну, ради секса встречаться с ним и, собственно, переспать, то есть, ведите себя с ним открыто, ведите себя с ним позитивно, примите его извинения, позицию, что он был на эмоциях, что он не знал, что говорил и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть, как вести себя, это решать на самом деле вам, по большому счету. Но, что меня волнует больше, как психолога, это то, какое вы место и роль в себе, сами, отвозите во всем этом. То есть, какое, какое, какое место вы, сами себе, отвели во всей этой ситуации. То есть, грубо говоря, вы, например, ну, считаете ли вы, что этот мужчина вам нужен? Например. Считаете ли вы, что он для вас ценен? Испытываете ли вы сами к нему какие-то чувства или нет? Если испытываете какие-то чувства к нему, то, конечно, да, тогда имеет смысл, тогда, конечно, поработать с вами и подумать о том, что, собственно, за чувства у вас к нему и почему эти чувства имеют место уже десять лет. Вот. То есть, на основании чего вы десять лет уже, да, думаете о человеке, который, в общем-то, вас, да, только, ну, либо использует, да, либо не воспринимает, вас всерьез, а хочет только переспать. То есть, какая ваша нужда, нужда стоит за этим. Вот. Это то, что вы реально можете сделать. Для себя. А так вот я вам, в принципе, на ваш вопрос ответил. Надеюсь, что это было полезно вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...